Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Надежда Дик. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете стартовал форум, посвященный низкотемпературной плазме. С какими трудностями сталкиваются врачи-терапевты в период пандемии? Как стать хорошим старостой, рассказали на практико-образовательном интенсиве миротворец КФУ. 7 ноября Казанский федеральный университет посетил мэр Казани Ильсур Медшин. Глава города поделился своими воспоминаниями о студенческой жизни с ведущей программы «Моя альма-матер» Лейсан Абдулиной. Эта программа организована по инициативе ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. К другим новостям. Какой форум стартовал в Казанском университете? Как он связан с медициной и физикой? Узнайте в нашем следующем сюжете. В Казанском университете стартовал форум, посвященный низкотемпературной плазме. В рамках этого форума прошла всероссийская конференция «Физика низкотемпературной плазмы», которая во второй раз проводится в Казанском федеральном университете. Конференция является одним из основных научных форумов России по низкотемпературной плазме и собирает ведущих ученых страны, а также государств Ближнего и дальнего зарубежья. Исследования, обсуждаемые на конференции, публикуются в ведущих международных журналах и находят безусловный отклик и признание мировой академической среде. Это направление является перспективным и позволяет развивать физическую науку. Применение фундаментальных исследований, которые есть в технике, в технологиях, это как раз уже задача инженерного института, и мы координируем эту работу по всему университету. Также в рамках форума состоится 12-я международная научно-техническая конференция «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных покрытий» и Международная научная школа молодых ученых «Плазменные технологии в исследовании и производстве новых материалов». Молодежная школа, которая позволяет нам уже создавать команды для развития и внедрения в рамках программы «Умник», фонд «Борника», известный, так сказать, фонд поддержки малопредпринимателей. То есть здесь уже и инновационная составляющая. На конференции будут рассмотрены наиболее значимые результаты, достигнутые за последние годы в области исследования и применения низкотемпературной плазмы. Кристина Надершина, Леонардо Валерьяров, Була Цадыков, Универньюз. В период пандемии на плечи врачей легли огромная нагрузка и колоссальная ответственность. Давайте относиться к ним с пониманием и уважением. Герой нашего следующего сюжета – врач-терапевт университетской клиники Казанского университета. Большой поток людей с самыми разными симптомами. Такова привычная работа врача-терапевта, делится Наталья Михайлова. В университетской клинике Казанского университета она совсем недавно, с сентября. Прийти в разгар пандемии прямо с лечебного факультета было осознанным решением. Будучи студенткой последнего, шестого курса, она уже была готова помогать людям. Трудности какие? Это терапевт, первостепенно все к нам идут. То есть, даже если им нужно другому врачу, они идут все равно через терапевту. Наталья Михайлова выросла в Башкирии, но училась в Оренбургском государственном медицинском университете. Определиться с выбором профессии помогли родители. К счастью, выбор был сделан успешно, ведь разочарований в профессии испытать не пришлось. Несмотря на то, что рабочий день терапевта может быть довольно трудным и затяжным. Очень многое вызывают на дом. Очень много пациентов приходят сюда. Да, если раньше было такое, что у людей температура, они нет, отходятся и не пойдут, то сейчас это обязательно их с работы направляет, потому что уже к работе не допускают. Раньше такого не было. Естественно, вот этот большой поток людей на наши плечи как бы сложился. В дальнейшем Наталья Михайлова планирует поступить в ординатуру и стать более узким специалистом. А пока что необходимо сосредоточиться на работе терапевта, особенно сейчас, когда это так востребовано. Это все временные трудности я так успокаиваю, потому что я надеюсь, что это временно, что все это преодолеется. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы обезопасить себя и своих близких. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюс. В Казанском университете прошел практико-образовательный интенсив. Будущим старостам показали и рассказали, как урегулировать конфликты в группе, а также обучили психологическим навыкам примирительных процедур. Все подробности далее. Как правильно быть старостой в своей группе? Как урегулировать конфликтные ситуации в коллективе? Поделился этими знаниями с будущими старостами Казанский университет в ходе практика образовательного интенсива «Миротворец КФУ». На нем первокурсникам рассказали и показали, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Это для того, чтобы они знали, как себя вести в определенных ситуациях, как вести с разной категорией студентов, потому что есть действительно разные студенты. Каждый студент уникален, у каждого есть свои какие-то амбиции, настроения и так далее. И знать, как вообще урегулировать какие-то конфликтные ситуации, знать, как решать какие-то спорные вопросы в группах. Помимо тренингов для студентов были проведены интерактивы и форумы, а также мастер-классы от топовых спикеров от университета. По словам организаторов, с помощью интерактивов можно воссоздать возможную спорную ситуацию. Интерактивы, например, форум-театр, где студенты в таком театральном виде прочувствуют ситуации, которые могут проходить со студентами. И как вообще выйти из этих нестандартных ситуаций. Интенсив проходит не один день. Тренин реализуется он при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Невозможно прям за один день короткий обучить прям хорошо профессионально психологическим тренингам проведение этих мероприятий. И что самое важное, этот проект он проходит в рамках победителя Всероссийского грант-л конкурса «Росмолодежи» в рамках образовательных организаций. Как сказали организаторы, интенсивы, знания и навыки, полученные в ходе тренингов, станут полезными не только во время студенчества, но и после окончания обучения. Дневной пришкольный лагерь «Интеллета» открыл двери в стенах университетской школы Казанского университета в Елабуге. Обширная программа занятий из различных областей знаний и интересные отрядные мероприятия были проведены для детей. Смотрим. Прокачка лидерских качеств, подготовка к олимпиадам и экзаменам, интеллектуально-развлекательные игры и спортивные занятия. Так начались умные каникулы в университетской школе Елабужского института Казанского университета. Осенняя смена «Интеллета» собрала более ста школьников разных возрастов. Проходили занятия с нашими молодыми педагогами Юлией Алексеевной Панешниковой и Чулпан Ринатовной. Как раз English Speaking Club, они в горовой форме с ребятами, знакомились с правилами английского языка на очень интересной форме. Играли, рисовали, вырезали. Мы со всеми девочками рисовали блокад к Дню народного единства и оформляли отрядный уголок. Также ребята посетили музейный комплекс Елабужского института Казанского университета. В зоологическом музее они ближе узнали особенности природы родного края. Интересный досуг организуют вожатые студенты вуза, будущие учителя. В данный момент мы проходим практику в этой школе. И это очень здорово, работать вместе с детьми, проходить практику в этом заведении. И мне очень нравится, дети интересные. Чуть-чуть трудновато, но справляемся, ничего страшного. Мне здесь нравится питание, мне здесь нравится все. Здесь очень весело. И мне больше всего понравилось то, что здесь есть занятие кубика-рубика. Очень интересно. Диана Желинкова, Денис Сипайлов, Универ Ньюс. Кодекс Абая. Уникальная для Казахстана книга, по сути, являющаяся первым сводом правил для казаков. Сейчас оригинал кодекса хранится в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета. В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета находятся много редких экземпляров книг. Одна из таких достаточно известная – Карамала Ережиси или Кодекс Абая. Уникальнейшее совершенно издание перед нами, сохранившееся в единственном экземпляре, и которое, конечно же, имеет огромное значение для Республики Казахстан. Книга представляет собой сборник официальных документов, принятых по итогам съезда в Семипалатинской области в 1885 году. Однако напечатан кодекс был в Казанском императорском университете. Этот текст был напечатан именно в Казани. В Казани в этот период публикуется более двух третий казахских книг. Казахские историки отмечают, что кодекс представляет для юриспруденции Казахстана большую историческую и научную ценность. Конечно же, это очень важный символ становления казахстанской государственности. В этом году отмечается юбилей Абая Кунанбаева, и вот до всех этих ковидных обстоятельств планировался вывоз на этой книге в Североказахстанскую область, там, где, собственно, и произошло принятие этого текста. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!